...продолжать поиск вне озелененных территорий. Я с виноградом встречался, показывал, действительно имела место служебная записка. Плевать хотят, раздают землю, она стоит вот там 77 миллионов, по-моему. Вот и это везде, на каждом клочке нашей земли. И сегодня люди уже начинают чувствовать, что с этим невозможно мириться. Надо уважать людей. Вот это чувство потребности в справедливости, оно начинает проявляться. Спасибо. Так, друзья, вот по направлению моей руки, там находится резолюция нашего митинга. Я очень прошу подписывать, мы пошлем мэру, пошлем президенту Российской Федерации. Вот по направлению руки, пожалуйста, подпишите. Это то, что я говорю, больше ничего не придумано. Спасибо. Депутата Госдумы Валерия Рашкина забрала полиция. Слово представляется Сергею Сергеевичу Цукасову, депутату муниципального округа района Останкинска. Дорогие друзья, дорогие соседи, дорогие родные Останкинцы, мы делом доказываем, что мы в состоянии отстоять наши права. Наше право решать, как нам жить, что будет у нас в дворе, каким будет наш двор, каким будет наша Останкина в будущем. Мы решаем, будет здесь дом монстр или нет, будет у нас за окнами построена магистраль или нет, будет колесо обозрения воздвигнуто над нашими крышами в два раза выше или нет, сгребать траву, косить траву, сгребать листу, усыпать реагенты у нас во дворе или нет. Это все мы будем решать. Мы находимся на этом пути. И то, что мы сумели доказать нашу правоту, сумели отстоять этот сквер, сумели не дать поставить первый в Москве дом по реновации, это целиком и полностью наша заслуга. Мы умеем их побеждать. Мы научились. Наше достоинство мы проявляем. Это великолепное слово, достоинство, которое мы на каждом шагу должны проявлять. И чувствуйте, а москвичами, гражданами, достойные и уважительные отношения к нам. Мы смогли проявить наше достоинство в 2017 году, выбрав 12 депутатов независимых, против, победив ядро со счетом 12-0. Спасибо вам еще раз за это. И именно итогом этих выборов явилось и то, что мы не дали здесь построить дом. Мы проявили наше достоинство и проявляем его здесь, когда 6 марта, 5 марта не дали физически сгрузить блоки. Мы проявляем наше достоинство, сменяя друг друга на ночных дежурствах. Мы проявляем наше достоинство каждую субботу. Прекрасные жители устроили прекрасную, великолепную традицию. Выходят с чеплитием, с праздником двора. Ну, это просто вызывает самые теплые чувства. Вся Москва смотрит на нас. Вся Москва сегодня смотрит на наш сквер, сквер на улице Цандра. Мы здесь пишем историю. Москвичи могут победить и умеют побеждать эту власть, как мы показываем. Умеют добиваться своего, того, что настаивают на своем, но только объединившись. В этом наш путь, в этом наше будущее. Мы объединились здесь. Такие же объединения граждан возникают в других дворах, в других районах Москвы. И сегодня мы приступаем к созданию движения в нашем дворе. Такое самообъединение граждан, самоорганизация, как у нас. Хотим распространить на другие дворы, другие районы, соседние с нами. На весь наш 14-й избирательный округ. Вы знаете, что мы можем и должны проявить наше достоинство на выборах в сентябре. На выборах в сентябре мы можем выбрать депутата Государственной Московской Городской Думы, который будет также защищать наши интересы, как защищают ваши интересы 12 депутатов Останкина, как защищают ваши интересы 4 депутата в Бутылевском районе, 3 депутата в Ростокино, 5 депутатов в Марино-Още и 5 в Алексеевском. Вы знаете, что мы объединились и создали межрайонную депутатскую группу. Для того, чтобы поддерживать друг друга, защищать интересы другим, для того, чтобы победить на выборах в сентябре. Приглашаю вас всех на предварительное гражданское голосование. 21 апреля мы выберем единого кандидата, за которого все будем вести избирательную кампанию, которого все будем поддерживать. И тогда мы сможем поставить на более высокий уровень наши возможности. Сможем сопротивляться и доказывать наше достоинство и на уровне города, и на уровне Московской городской думы. Давайте объединимся и 21 апреля докажем, что мы народ, что мы останкинцы, что мы жители Слава. Спасибо. Приглашаю всех 21 апреля. Сейчас хочу дать слово другим кандидатам от нашего округа, Ольге Кравчук и Денису Большакову. Сергей Сергеевич, спасибо, что даешь слово, но слово даю я, чтобы не было нарушения. Депутат Государственной Думы со мной в встрече. А то уже замечание начинает писать. Я веду этот митинг, я даю слово. Вы говорите нам все, что наболело. Мы все записываем и будем реализовывать. Вы имеете право депутатам наказы, заявления, обращения. И вообще в отставку нас отправить. Вы тоже имеете право. Поэтому я даю слово Кравчук, Ольге Забининовой. Пожалуйста. Спасибо, Валерий Валентинович. Друзья, соседи, я Ольга Кравчук, независимый депутат района Ростокина. Хочу вас поддержать в вашей позиции и обратиться напрямую к избранному человеку у нашего города, Сергею Семеновичу Собянину. Сергей Семенович, та политика, которую вы сейчас проводите, она не умная политика. Хватит разделять наших граждан. Пересмотрите свою политику. Вы должны защищать интересы людей, граждан, которые вас избрали, а не того строительного лобби, строительной мафии, которая рвет куски, которая готова тут все смести, поставить этот монстр, который будет вам жизнь бордить. Друзья, я хочу поддержать Сергея Сергеевича Цукасова. Мы умеем побеждать эту власть. У нас в районе мы не пустили платные парковки в район. Мы отменили полмиллиардный воровской тендер на благоустройство очередное, которое все разворовывается. Это факты. Поэтому нам нужно объединяться. Нужно побеждать этих чиновников, которые фактически узурпируют власть, которую дает нам народ. Поэтому объединяемся и защищаем свои интересы. У нас в Ростокино похожая история, конечно, не такая громкая, как у вас, но все равно она есть. Сельскохозяйственное владение 14. Нам местная власть врала постоянно. Снесли детскую площадку и сейчас там строят дом. При том, что рядом есть пустырь. Вранье постоянно шло, понимаете? И такое происходит по всей Москве. Если мы здесь сейчас не остановим эту стройку, дальше будет катиться это все по всему городу. Поэтому то, что происходит сейчас здесь у вас, важно для всей Москвы, а может быть и для всей России. Потому что такое нарушение прав, оно недопустимо. Друзья, у нас будут в сентябре выборы в Московскую городскую думу. И, конечно, в 2014 году избрали... Вы знаете депутата Московской городской думы от своего округа? Кто может назвать ее фамилию? Теличенко Валерий Иванович, Единая Россия. Вот его избрали в 2014 году, в сентябре. А в декабре у нас поликлинику в Ростоке закрыли наши интересы. Поддерживаю Сергея Сергеевича. 21 апреля у нас предварительное гражданское народное голосование. Приходите, поддерживайте кандидатов, делайте свой выбор. И потом будем идти на победу в сентябре этого года в городской парламент. Спасибо. Спасибо. Здесь вот жители, значит, микро-района. Денис Большаков. Здесь, пожалуйста, даю слово вам. Ваше мнение. Депутат. Пожалуйста, депутат. Здравствуйте, соседи. Депутат муниципального округа Бутырский Денис Большаков. Я горжусь вам. Вы показали свою сплоченность и, самое главное, не допустили физического присутствия на площадке. Да мне вам много сказали о беспределе, который творится в Москве. Я хочу вам напомнить, откуда растут корни этого беспредела. Закон о революции, антиконституционный, объем собственности, придуман где? В Московской городской думе. Московская городская дума выступила инициатором отъема и в том числе вашей площадке у граждан. Московская городская дума дала деньги на реализацию этого проекта. Без Московской городской думы Собянин не может сделать ни шага. Они слились в экстазе. Строительное лобби, правительство Москвы, Московская городская дума. Нам нужно реальное разделение властей. Реальная исполнительная власть, законодательная, судебная. Только тогда, когда все три власти будут договариваться, а не сливаться в экстазе, мы будем жить нормально. Приглашаю вас на предварительное гражданское голосование. Немножко я скажу про его цель. У нас отличные независимые депутаты. Вот у нас четыре кандидата. Выбирать, кто будет представлять интересы Московской городской думе, вам. Мы это делаем, чтобы между нами, между независимыми гражданами не было конкуренции. И в конце концов не прошла единая Россия. Спасибо. Спасибо, друзья. Слово представляю Кузнецову и Ларисе Владимировне. Здесь, в микрорайоне, живешь, да? И сколько себя помнишь здесь гуляла. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие жители и все, кто пришли к нам в гости. Жалко только, что не по хорошему поводу. Мы опять собрались по поводу борьбы. Я хотела немножко остановиться на вопросе, а с кем же мы боремся? Мы же боремся не только с застройщиком, который собирается здесь строить, а на самом деле мы еще боремся с местными властями. Я вхожу в инициативную группу жителей, которым мне приходится постоянно встречаться с нашим главой управы, с заместителями префекта. И я хотела немножко вам рассказать, вы далеки от этой проблемы. Вот мы встречаемся, начинаем говорить о том, что реновация — слово хорошее и, наверное, несущее людям добро, тем, кто попали в реновацию. Но нельзя же рассуждать, что для жителей, которые жили и будут продолжать жить, что несет эта реновация? А она нам несет точечную уплотнительную застройку. Что касается конкретно нашего дома, против которого мы вступаем на Сан-Доросим, здесь идут сплошные нарушения. Они связаны не только с захватом территории придомовой, которую нам на огромный дом, который в народе называют «китайской стеной», выделена очень огромная территория. Это не значит, что надо просто кусками брать и без суда и следствия занимать эту территорию. А ДГИ, департамент градостроительного имущества, не имея на то... Ну, вернее, ну, наверное, пользуясь своим положением, просто взял и нарисовал этот кусочек земли, не имея географической точки и прочее, и взял и бесплатно подарил его, безвозмездно, то есть даром, организации, которая называется «Казенное предприятие управления городским строительством». Мы возмутились этому факту, стали говорить о том, что наша придомовая территория была, есть и будет, потому что выделена она нам на огромное количество жителей в «Китайской стене», где количество квартир достигает 800. Ну, соответственно, и по нормативам здесь, представляете, сколько должно быть земли. Мы же живые люди, мы же не можем ходить по отмостке. Но, к сожалению, наша власть, особенно глава управы, товарищ Горожанкин, мы встречались с ним 15 января, это сразу после всех событий, да, он сказал приблизительно так. У вас дом под отмостку, никакой придомовой территории у вас нет. А почему нет? Как это нет? А у вас не стоит накладство. И я задаю ему вопрос, а что у нас очень много домов, которые посуспели поставить на кадастр свою землю у нас, таких в Москве очень мало, но это не означает, что надо все отнимать. Межевание территории, которое проходило по всем районам Москвы, показало следующую вещь. Мы-то думали, что в результате межевания будут устранены какие-то неполадки, ну, часто бывает, да, захват какой-то территории. На самом деле, межевание было проведено не для нас, любимых. Оно было проведено с целью выявить, а какие участки не поставлены на кадастр, и своей властью их забирать. Без суда и следствия. Нас не предупредили, у нас не было судебного процесса по этому поводу. Поэтому мы и подали в Тверскую суд о защите наших прав на придомовой территории. Но самое интересное, как ведут себя власти. Знаете, мы же всегда считаем, что мы выбираем лучших из лучших, да, и доверяем им. Но на самом деле, наши власти оказались слабыми. Когда ведется политика, разделяя и властвуя, так делает только слабый человек. Потому что сейчас, во время реновации, они поставили людей стенка на стенку, а сами отстранились от процесса. Посмотрите, как они вели себя 5-6 марта, когда приехало железо для того, чтобы устанавливать забор для начала стройки. Они стояли в галстуках, холеные, лощеные. Они даже не нашли себе сил выступить перед гражданами и защитить наши права. И что-то объяснить. А вот разделяя власть, им это нравится. Потому что слова были такие, что вы будете делать, когда на вас мы направим пятиэтажников, их много, и они хотят жить в лучших условиях. На это я всегда говорила. А разве можно на несчастье других людей построить свое счастье? У нас есть много пятиэтажников людей, которые, давая интервью, говорили, да, мы вошли в реновацию, но мы не хотим делать гадости своим соседям. Мы не хотим, чтобы они в реновации почувствовали огромное ухудшение. Дом, о котором идет речь, это фактически дом будет строиться на старых коммуникациях, на старых... будет идти врезка, окно в окно. И людей заставят жить в колодезных квартирах. Вот. Я считаю, что это нарушение всех наших прав и поведение наших местных властей, оно говорит о том, что на нас им наплевать. Мы до сих пор не можем допроситься нашего молодого префекта приехать к нам. А у нас все-таки горячая точка и мог бы приехать. А мы с ним увиделись всего один раз, когда знакомились в ноябре месяце 2017 года. А на сегодняшний день мы его чаще видим в газетах «Звездный бульвар», где он открывает храмы, где он присутствует в поселке Северный, где угодно, но только почему-то не может доехать до Цангара с тем, где, в общем-то, действительно достаточно сильно накалились все живые такие проблемы. Вот. Сейчас я хочу немножко вас попугать, чтобы... Потому что наш народ так устроен, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Если мы сегодня не научимся защищать нашу землю, вот этот клочок земли, да, который нам принадлежит по праву, то что может произойти дальше? А дальше происходит следующее. Все мы когда-то участвовали в приватизации, большинство из нас, да, и у нас были такие розовые листочки о приватизации, о праве собственности. Потом их поменяли на зелененькие бланки, да, и мы дорожим этой бумажкой, потому что, ну, знаем, что без бумаги мы не люди, да, это законное наше право. Но что происходит на сегодняшний день? Те, кто каким-то образом участвует в недвижимости, знают, появилась так называемая выписка из Росреестра, где, если раньше наше право хотя бы как-то сохранялось, мы говорили, чтобы, не дай бог, черный реестр не потрогал нашу бумажку, мы ее прятали, то сейчас появилась выписка в Росреестре, которая позволяет любому инвестору нас с потрохами купить. Он может сделать запрос на любую квартиру, на любой этаж, на любой дом. Сегодня им понравился кусочек земли, вот при домовой территории, а когда они здесь все устроят, а завтра им понравится просто китайская стена. А люди, а какие люди, а зачем? Да быстренько выкинем этих людей, смотрите, какая огромная площадь. Не хватит здесь, займем дом. В общем-то, я хочу сказать даже еще, ну, по поводу наших чиновников сказала, по поводу морской архитектуры, да, многие архитекторы, наверное, сейчас стали жаловаться на то, что у них отняты все права. В основном, инвесторы решают сейчас, что и как делать. Опять сила денег, сила власти, сила денег. Вот. И наши архитекторы, когда планировали этот дом, они хотели, вы посмотрите, какой он особенный, ведь он же изогнут и вдоль, и поперек, и поверху. Это говорит о том, что он никак не вписывался, не врезался в этот клочок земли, его изогнули, но всеми возможными способами. Понимаете? Он трехсекционный, и такая этажная, для того, чтобы инсоляция прошла. Это говорит о том, что этому дому здесь не быть. Он не должен быть. О чем люди заявили давно. С 2001 года у нас идет борьба. Она началась не сегодня, во время реновации. Жители высказали свою позицию. Слово «нет» в этой стройке очень давно. А слово «нет» в русском языке трактуется однозначно. Она не трактуется многогранно. Да нет, это значит, не должно быть. Это не желание. И сколько еще нужно пройти публичных слушаний. У нас же были публичные слушания по поводу проектировки планов межевания и планов проектирования территории. Жители уже высказали свое мнение. Нас не слышит, наша местная власть. Нас не слышит мэрия. Нас вообще никто не хочет слышать. Хотя на плакатах, которые развешаны у нас на деревьях, у нас есть слова Путина. «Говорите, вас услышат». И вот как до этого достучаться? Во всяком случае, наша инициативная группа выбрала для себя правовой путь решения проблемы. Мы подали исковое заявление в Тверской суд. Мы ходили в Следственный комитет. Мы пойдем в прокуратуру. Мы будем защищать свои права всеми возможными правовыми способами. потому что не хотим жить в беспределе и не хотим жить в беззаконе, которое устроило нам власть. Я хочу сказать по поводу депутатов. Значит, недавно участвовала в региональном опросе и в конце опроса нам показали фотографии. Знаете ли вы этих людей? И я впервые в жизни. Мне 64 года будет. Я не молодая девушка, да? Я увидела наших депутатов и поняла одну вещь. Что, оказывается, я раньше голосовала, ставила галочку и через 5 минут забывала, за кого я голосую. Я забывала и фамилии, и лица. А сейчас я с гордостью могу сказать, что эти люди участники нашего общего процесса. Мы их помним, мы их знаем, мы за них проголосовали, мы помним их в лицо, мы помним их по фамилии, потому что они, в общем-то, действительно есть реальная наша власть, которую мы чувствуем, они нам помогают. Спасибо. Спасибо большое. И здесь у нас находятся депутаты Госдумы от КПРФ Рашкин Валерий Федорович, от Московской городской думы Зубринин Николай Григорьевич и депутаты местные, которые здесь с нами, с вами, с вами. Вот эти фамилии, конечно, вы знаете, запомните. А давайте скажем, после выступления Ларисы Владимировны, очень хорошо запишутся на телекамеры и на ролик. Мы не рабы, рабы не мы. 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 А сейчас слово представляю депутату Московской городской думы КПРФ Зубринин Николай Григорьевич. Спасибо. Здравствуйте, дорогие товарищи. Только что женщина очень грамотно говорила про придомовой территории. И чиновники, конечно, ей объясняли не совсем грамотные вещи. На самом деле, если даже нет регистрации в кадастре палате, все равно по закону придомовая территория принадлежит жителям данного дома. И никакие работы на данной территории без согласования с жителями не допускаются. Есть выпуски из закона, мы с этим уже сталкивались в районе Марфина. И мы доказывали там районное управление, что жители имеют право и свое согласие на какие бы то ни было работы на придомовых территориях даже без кадастрового учета. Это первое. Второе. Если бы в Московской городской думе действительно были оппозиционные депутаты, в конструктивном плане я имею в виду, которые бы контролировали свою работу сами, а не прислушивались к мнению чиновников. Каким образом? Можно проконтролировать деятельность мэра и деятельность московского правительства своим несогласием. Если плохой закон, вы считаете, что он направлен на ущемление прав ваших избирателей, вы за него не голосуете. И закон тогда не принимается. И таким образом вы контролируете деятельность чиновников, ограничиваете их желание и работаете на интересы своего избирателя. Это второе. И третье. 5 марта действительно здесь была чрезвычайная ситуация. Я приезжал и в этот же день встречался с префектом Беляевым Алексеем Александровичем. Он мне пообещал, что строительство будет приостановлено. Никаких попыток завоза, конструкции сюда не будет. И он мне пообещал, что проведет заседание рабочей группы и выслушает все претензии, пожелания, советы и обсудит проблемы с местными жителями, которые возражают против данного строительства. Ну и я считаю, что сейчас мы находимся вместе с вами в ожидании заседания рабочей группы. Конечно, прошло уже много времени. Можно было бы ее уже провести, но подождем еще немного. Я надеюсь, что префект свои слова сдержит. И следующий момент. Что касается строительства. Действительно, здесь придомовая территория, благоустроена, жители к ней привыкли. Здесь соблюдается инсоляция, соблюдается плотность населения. Вы знаете, в советское время все вот эти вот красные линии, плотность населения, инфраструктура все рассчитывалось. На 20 тысяч жителей была полагалась одна взрослая поликлиника. И плотность населения тоже рассчитывалась с учетом территории. Если здесь будет построен многоэтажный дом, это повысит плотность, это ухудшит уровень вашего проживания, воздух будет застаиваться, инсоляция тоже снижается, и у вас отнимается придомовая территория. Но на месте этих пятиэтажек, которые будут в итоге снесены, тоже будут поставлены высотки. И тогда плотность населения еще повысится в очередной раз. Но потом уже этот процесс никто контролирует не будет. Они здесь построят все, что хотят, вплоть до торгового центра. Поэтому нужно отстаивать то, что вы имеете сейчас. Если начнется строительство, все. Ваш двор может уйти, так скажем, под застройку любого объекта. Им только начать. Вот будет поставлен забор, потом уже трудно с этим бороться. Мы с этим сталкиваемся в Москве. То есть нужно на дальних подступах нейтрализовать вот эти недобросовестные действия застройщиков. А застройщикам мы убеждались много раз, у нас в Москве их практически добросовестных и нет. Потому что экономическая ситуация нам подсказывает. Торговля проседает, социалка проседает, здравоохранение, образование разрушается. И единственный прибыльный бизнес на сегодняшний момент это строительство. Им не важно, чего строить. паркинги, торговые центры, гостиницы, офисы, многоэтажное коммерческое строительство. Им не важно. Им важно вложить свои деньги и получить прибыль. Потому что, повторюсь, на данный момент это единственный бизнес, который приносит пользу. И это единственный бизнес, самый коррумпированный, самый криминальный и самый вовлеченный в него чиновников недобросовестных. Поэтому нужно избрать депутатов Московской городской думы, у которых бы хватало смелости чиновникам сказать нет. Спасибо. Спасибо большое, Николай Григорьевич. Слово представляю Елене Новиковой. Пожалуйста, депутат Район Свиблова. Район Свиблова. Конечно. У компартии российских все даются плечо надежное. Здравствуйте. Я как раз тот самый муниципальный депутат соседнего района, которого задержали у вас на Цандаре 7 за то, что я просто приехала к Сергею, села к нему в машину и мило с ним общалась. И вот меня вытащили из этого автомобиля, привезли в полицию, при этом не представлялись вообще полицейские, продержали в участке, потом повезли в суд. Суд даже не рассматривал мое дело, потому что так составлен был протокол, что его фактически было невозможно рассмотреть, так как в протоколе было то, что я не подчинилась полиции и не отогнала автомобиль. А я не являюсь ни владельцем этого автомобиля, ни водителем. Ну что вы думаете? Как только меня отпустили из полиции, через два часа моего адвокату был звонок из этого отделения Останкина вашего, что мы ее не отпустим все равно, мы будем готовить новое постановление, и вот сейчас опять нарушение всего вообще административного кодекса, потому что новое постановление было просто сфабриковано через 15 дней после моего задержания, а вы знаете, что по закону если они не успевают его сделать, то максимум два дня готовятся. И в новом постановлении уже говорится о том, что я не подчинилась тому, что я не покинула автомобиль, но есть записи, вы там были сами свидетели, и никаких таких просьб просьб к нам с Сергеем не было, автомобиль он не мог отогнать, потому что сзади стоял кордон полиции. Ну, в общем, пока меня в суд не вызывали, слава богу, надеюсь, что все обойдется. Я абсолютно не боюсь, потому что я такой же обычный житель, как и вы. Я защищаю также свой район. У нас 5-го числа, вот как раз позавчера, были опубликованы так называемые планы реконструкции нашего района. Два квартала у меня попадают под реконструкцию. Это жесть! Это, я не знаю даже, как вам это объяснить, то есть наш район увеличивается в 3 раза, строится на месте 5-ти этажек от 18 до 25 этажные дома, сносится школа, 2 детских садика. Наш район и так маленький, у нас не хватает детских садов школ уже. По проекту это все сносится. Как вы знаете, 11 марта 2019 года наш всеми уважаемый мэр Сергей Семенович Собянин сделал новое постановление, то есть изменение в постановлении правительства Москвы, о так называемой программе реновации, где теперь он с удовольствием и с большим счастьем будет переселять наших реноваторов по их согласию в другие районы города Москвы. Нам, извините, новую Москву не просто так присоединили, я думаю, их с радостью там встретят. А на месте вот их домов будут построены именно коммерческие дома, по крайней мере, я это вижу в проекте уже, в своем. У нас будут 23-го числа публичные слушания по этому проекту. Мы, конечно, к ним готовимся, честно говоря, в тех условиях, в которых мы сейчас все с вами оказались. Но у меня тоже, как депутаты, спрашивают, ну что ты, ну что делать? Я единственное сейчас вижу то, что нам нужно выбирать Мосгордуму. Это единственный шанс, потому что, к сожалению, мэра мы с вами уже выбрали, Госдуму мы с вами уже выбрали, и осталось у нас, ну, последний, наверное, шанс. Да, кстати, так как мы с вами являемся субъектом Российской Федерации город Москва, мы с вами же все живем по нашим законам, которые нам мэр придумывает, а как раз орган законодательной власти нашего города это как раз Московская городская дума, вот, которая представляет у нас, ну, на сегодняшний день, у вас там четыре человека, да, или пять? Четыре человека, и все остальные Единая Россия, ну что они могут там сделать? Голосование, естественно, идет от большинства, поэтому единственный шанс, как я вижу, на сегодня, это выбирать нам своих депутатов. Я живу в округе, который тоже подарил вам всем большой подарок, мы подарили председателю Мосгордумы Алексея Валерьевича Шапошникова, не хотелось его называть, потому что сейчас мы видим, что за пять лет, который просидел Алексей Валерьевич Шапошников, Мосгордуме, он для нашего района, ну, кроме как уничтожение нашего... и сейчас готовит миллиардный проект на следующую территорию, это Южная и Северная Медведкова, и сейчас очень активно уже тоже проявляется в нашем районе, к сожалению, такая точная застройка, это Тенистый дом 6, и Алексей Валерьевич всячески лоббирует именно эту точную застройку, то есть у нас проблема, в принципе, очень похожа с вашей, также люди, вот представитель вместе со мной приехал к вам с этого адреса, они также жили спокойно, в хорошем доме, с 2006 года, у них прекрасный зеленый двор, где детская площадка, где стоянка для автомобиля, рядом школа, детский садик, и буквально в 10 метрах мы узнаем о том, что у них должны построить новый дом. На сегодняшний день этот дом был заявлен как 22 этажа, но нам пошли на уступки, так называемые, знаете, в кавычках, и снизили этажность до 16 этажей. Мы единственный район сегодня в Москве, в который не приехал наш префект на встречу с населением Беляев. Он вдруг резко ушел в отпуск, как раз перед нашей встречей. Мы префекта уже не видели года три, наверное, у нас в районе. Поэтому говорить о том, что мы с вами находимся под какой-то защитой нашей власти, наоборот, я бы сказала, что нас все бросили и кинули. И поэтому мы должны сами сейчас себя научиться защищать. Это единственный наш выход. И защищая себя, мы должны выбрать таких представителей Мосгордумы, которые будут также защищать наши с вами интересы. Поэтому я вас... Вы вообще молодцы, Останки, но я вами горжусь, потому что вы уже выбрали себе муниципальных депутатов. А я вот, например, в своем районе вообще одна. У меня 12 депутатов, но 11 ядролся. Ну, представляете, что у меня там творится. Поэтому я вас очень прошу сейчас поддержать обязательно тот праймерис, который у вас будет проходить в районе, проголосовать за единого кандидата и потом уже действительно выбирать этого кандидата Мосгордума. Потому что, может, если мы не... Ну, понимаете, у нас очень тяжелый кандидат идет от нашего района. Если мы не сможем его снять, мы будем обращаться к вашему депутату, как мы, например, постоянно дергаем. Ну, я не знаю, просто мне жалко. Зубрилина, он не наш, понимаете, он изотрадно вышел, но нам приходится его вызывать. Да, он народный. То есть... Ну, он же, понимаете, он же живой человек. Я вообще не знаю, я спрашиваю иногда, вы когда спите? Вообще он постоянно на каких-то точках, его все дергают. Ну, не может быть там один Зубрилин, одна Шувалова на всю Москву. Давайте как-то вместе сейчас. Действительно, пойдем все на выборы, приведем соседей, друзей. Знаете, как я прошла? Почему я прошла? мне было тоже, в общем-то, очень сложно. У меня победило то, что именно за мной шли дома голосовать. Реально, дома. Домами выходили люди и перевесили просто своими голосами вот этот админресурс, который, ну, в каждом районе он есть, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Только количество. Он тоже у них не такой, вот знаете, этот админресурс. Я уже, например, слой посчитала, сколько у меня админресурса. И наша задача сейчас просто всем выйти на выборы, поддержать этого единого кандидата. Я каждому, вот из четырех, я всех их знаю, я каждому желаю победы, честной победы в этих праймерсах. И надеюсь, что вы тоже этого кандидата потом будете поддерживать. Спасибо за внимание. Извините, если что-то... Спасибо, Лилияна. Сейчас слово я представляю как депутат Дашкову. Юрию, независимый профсоюз, он поддержать вас приехал сюда. Пожалуйста, Юрий. Здравствуйте, дорогие друзья. Я житель соседнего с вами района, района Южная Медведка. Вот до этого на меня выступала девушка, она совершенно справедливо отметила все те проблемы, которые у нас есть. Валерий Федорович справедливо заметил, что сегодня, на сегодняшний день в нашей стране единственной властью является это народ. Но вот та самая власть и чиновники, которые сегодня, столичные чиновники, включая мэра, они очевидно об этом забыли. Именно мы сегодня с вами должны им об этом напомнить. Ведь когда Сергей Семенович Собянин, мэр нашего города, шел в избирательную кампанию, он обещал прекратить точное строительство. Он обещал построить инфраструктуру для наших с вами детей, стариков. Он обещал развитие социальных объектов. Но что мы видим на сегодняшний день? Выборы прошли, а точечное строительство продолжается. Поймы реки Яуза застраиваются какими-то непонятными лобби, строительными лобби. И на самом деле, если посмотреть, то именно Единая Россия как раз на этих проблемах паразитирует. Именно там большинство крупных строительных магнатов, представителей крупного бизнеса, которые превращают просто площадку Московской Городской Думы, Государственной Думы в чистой воды бизнес, площадку, где они принимают нужные для них законы, в том числе реновация. Она для кого была нужна? Кому она была прежде всего выгодна? Это застройщикам, это крупному бизнесу и капиталу. У нас с вами был прекрасный и существует до сих пор жилищный кодекс, который позволял нам переселяться из ветхого аварийного жилья в нормальное. Что мешало его соблюдать? А им нужны были просто деньги. Наши с вами деньги, наши с вами налоги. И поэтому сегодня от такого выбора, от нашей в некотором роде пассивности, потому что многие действительно не пришли на выборы и не поддержали независимых кандидатов. Я с уважением и восхищением смотрю на ваш район, когда муниципальные депутаты победили просто в сухую вот это зло под названием Единой России с результатом 12-0. Это большие молодцы. Но большее спасибо я хочу сказать вам Останкинские, вам, жители, которые поддержали этих депутатов, они действительно достойны. И именно они отстаивают сегодня ваши интересы. Никто не пришел другой, никто вас не поддерживает, кроме самих жителей. Поэтому я считаю нужно поддерживать именно тех людей, которые из народа, тех людей, которые будут защищать наши с вами интересы, а не бизнеса. Бизнес никогда не будет одна с вами думать, он будет думать только о своем кармане, больше другого им ничего не нужно. Для них нет людей, для них в глазах только деньги. Поэтому я призываю вас прийти все-таки 9 сентября на выборы в Мосбурдуму и проголосовать за независимых депутатов. Ни одного слова, ни одного голоса, ни одной галочки Единой России, ни одного голоса, ни одной галочки тем депутатам, которые уже отсидели пять лет на своих креслах и ничего не сделали. Я видел, я слежу в интернете за всеми заседаниями, кстати, также можете вы посмотреть, там прямая трансляция, как они голосуют, как они принимают законы. Так вот, они их принимают против нас, а не за нас, как в принципе это должно было быть, потому что их выбрал народ. Поэтому поддержим независимых депутатов, поддержим Сергея Сергеевича Цукасова, я думаю, он достойный кандидат и сможет отставить ваши интересы в московском парламенте. Спасибо. Спасибо. Только 9 сентября будет уже поздно. 8 сентября день выборов, запомните, 8 сентября на дачу не уезжаем. Значит, 9-го будем поздравлять Сергея Цукрасова с победой. Спасибо. Представляю слово депутату Государственной Думы от Компартии Российской Федерации 6-го созыва Потапова Александра Владимировича. Спасибо. Здравствуйте, дорогие останкинцы. Приятно видеть, что вот тут на балконах, окнах домов вот эти классные транспаранты нет стройки. Эта инициативная группа постаралась, но и вы работаете со своими жителями, со своими соседями, я вижу, у вас всегда был протестный потенциал, как я это называю. Мы с вами в бытность прошлых лет боролись против калибровского проекта, встречались с ситуацией, когда иногда жители сталкивали друг с другом, отставили парковочные пространства. Другие районы, которые здесь есть, тоже есть достижения, и там занимались, боролись здесь, тоже районы, где я приезжал, и вот тут была Лена Новикова, если бы, я помню, в 23 часа я к ним приезжал, и так далее, и так далее, и так далее. Все, кто здесь находятся, вы большие молодцы, но вы должны найти до каждого и каждому сказать, что ваша позиция вот такая-то, что они должны определить и принять свое решение ради своего будущего, ради своей жизни, потому что, казалось бы, вот есть такая прибаутка, что спасибо нашему руководству за то, что мы живем в компьютерном мире и мире мобильных телефонов. То есть складывается технологическая революция с заслугами власти, к которым она на самом деле не имеет отношения. Тут есть некоторый прогресс. Да, и точная застройка при Лужкове была, и занимались этим вопросом, и пробили все-таки возможность какого-то более-менее демократического совета с жителями в виде публичных слушаний. И здесь женщины очень грамотно выступали промежевания. Но вы прекрасно знаете, что вы приходите на публичные слушания, вы приходите на слушание помежеванию и туда нагоняют дезорских работников, которые делают результат противоположный вашим желаниям. Вот мы должны эту ситуацию изменить. И мы должны построить новые районы, построить не в смысле застроить вот такими доминами, которые будут только создавать аллергию и неудостно дискомфорт, а построить новый стиль человеческих отношений между властью и избирателями. Когда власть начнет слушать и делать и действовать по вашим наказам избирателей. И вот тогда мы построим новый Останкинский район, Новую Марьино-Рощу, которая для меня родная, и Матурский район, здесь есть люди. И вот в этой новой системе отношений будет совершенно другой город, Москва, и именно город Москву мы сможем сделать другим, не городом для богатых, для олигархов и их обслуги, а для вас, жителей, которые трудятся, которые создают потерянные ценности. Здесь тоже об этом говорилось. И действительно, помните, ни одного голоса представителям партии чиновников пойдите к своим барышкам, дедушкам, скажите им, они, наверное, ходят в центры социального обслуживания, там им могут дать какой-то подарок, какой-то гостиниц, и заставить, принудить, голосовать за тех людей, которые не будут служить народу. Поговорите с ним, проводите с ними такую родительскую, сыновью, воспитательную работу, как угодно. И только так победим на оборах. Спасибо. И сейчас, товарищи, я представлю слово Кезину Михаилу Сергеевичу, это глава муниципального собрания Останкинского, Останкинского, а дальше примем с вами резолюцию. Не будете возражать? Здравствуйте, уважаемые жители, я Кезин Михаил, глава муниципального округа Останкинский. Хотел бы немного рассказать о ситуации, которая происходит с этой площадкой и в общем о реновации в нашем районе, потому что может быть не вся информация доносится, не вся информация доносится достоверно. Коротко, ситуация следующая, вот эта стартовая площадка, которая сейчас предлагается органами исполнительной власти, она всегда была спорная и конфликтная, еще начиная с 2006 года, когда только появились первые планы строительства здесь дома, изначально коммерческого, там потом все переделали только недавно, но смысл в том, что площадка всегда, всегда, абсолютно с самого начала 2006 года вызывала очень много споров и протестов жителей. власти. Значит, почему сейчас не учтен этот опыт органами исполнительной власти? Ну, скорее всего, потому что у них 89 проектов планировок территории по всей Москве, которые они разрабатывают в ППХ, и в такие детали вдаваться не могут. Почему это не учтено местными органами исполнительной власти? Ну, скорее всего, потому что они здесь только недавно начали работать и все истории знать не могут. А вот очень странно, почему органы исполнительной власти не прислушиваются к жителям и к депутатам, которые здесь живут давно уже и знают все это. Вот это очень странно. У нас сейчас отсутствует диалог между органами исполнительной власти и жителями. Вот, Валерий Федорович, вот один из наказов вам, пожалуйста, поддержите инициативу жителей и надо организовать так органы исполнительной власти и инициировать, чтобы все-таки диалог органов исполнительной власти с жителями был, чтобы с жителями общались. Значит, второй момент. в рамках проекта планировки территорий готовится еще много стартовых площадок в Останкинском районе. Почему эта стартовая площадка появилась, а другие еще нет? Потому что эта стартовая площадка с 2006 года уже проработана. Здесь понятно, как вести сети, коммуникации, проект на дом сделан, все это проработано. Это занимает много времени. Значит, другие площадки еще находятся в проработке. И они будут готовы скорее всего к моменту готовности проекта планировки территории, который скорее всего, исходя от информации, полученной от Московской архитектуры, будет готов осенью только. То есть публичные служения по проекту планировки территории скорее всего будут не сейчас, не весной, а осенью. Значит, предлагалось, я был и в департаменте градостроительной политики, общался с представителем Московой архитектуры, с префектом, и всем говорил и предлагал сейчас не разжигать конфликт, подождать немного, буквально до осени, чтобы появились новые стартовые площадки, и жители достигли компромисса, обсудили все это вместе, и жители реновируемых домов, и жители нереновируемых домов, но самое главное, чтобы не было конфликта, чтобы сосед не шел на соседа. Вот я ставлю перед собой эту цель основной и пытаюсь достигнуть этого компромисса, но, к сожалению, пока что не получаю отклика, но вода и камень точат, как говорится, да, свою работу буду продолжать в этом направлении, и прошу жителей поддержать именно вот это направление работы, не конфликтовать друг с другом, прошу немного подождать и тогда получится найти компромисс. Есть и другие стартовые площадки, поверьте, они прорабатываются, действительно необходимо много времени для этого, нужно изучить коммуникации, какие и как подходят, нужно сделать сами проекты, нужно разработать эти волны переселения, квартирографию и так далее. Есть в нашем районе общественное движение «Наша Останкино», которое абсолютно открытое, которое приглашает всех жителей для обсуждения вот этих вот конфликтных ситуаций, споров, и жителей пятиэтажек, реновационных домов, и жителей нереновационных домов, всем объединиться, искать компромиссы, тогда это будет сделано. То, что вот этот маховик негатива, который сейчас раскручивается вот на этой площадке в частности, он может очень негативно отразиться и в будущем на публичных слушаниях проекта планировки территорий, причем, возможно, по инерции даже, этот негатив передастся, и тогда хорошо не будет никому. Значит, общественное движение «Наша Останкино» на этой площадке мы можем обсуждать и жители пятиэтажек, и не пятиэтажек, мы можем достигнуть компромиссы, выступить единым фронтом, обратиться и к Собянину, и к Куснулину, и к нашим местным органам исполнительной власти, и в префектуру, и получится у нас решить вопрос, я верю. Значит, есть еще один момент, отсутствие детской поликлиники в нашем районе. вот, было направлено много писем в департамент здравоохранения, мэру по этому поводу, пока что приходит отказ, отказ по формальным признакам, есть так называемые социальные нормативы, вот, и нам отвечают, что есть поликлиники в других районах, и их производственные мощности, ну, якобы, обеспечивают наше население, и этого достаточно. Но есть другой, есть городостроительный норматив, который говорит о том, что поликлиника должна располагаться в шаговой доступности, не более 1200 метров от дома. Сейчас у нас ситуация такова, что это расстояние 2400 метров, в два раза больше. Это письмо с нормативами городостроительными было отправлено в департамент здравоохранения уже два месяца назад. Департамент здравоохранения еще не ответил, они все думают, как же можно, какую же отписочку, наверное, нам прислать, вот, чтобы все-таки поликлинику не строить. Но я пользуюсь данной площадкой и призываю жителей поддержать все-таки инициативу строительства детской поликлиники, чтобы ее включили в проект планировки территории нашего района. Потому что сейчас те данные, которые просачиваются из Моском архитектуры, они говорят о том, что поликлиника не предусмотрена, социальных объектов практически нету, есть только физкультурно-оздоровительный комплекс. Есть помещения свободного назначения, которые, скорее всего, будут использоваться под торговые площади, и под бизнес офиса. Вот. Соответственно, Валерий Федорович, еще прошу вас передать наверху органам исполнительной власти, как депутат Госдумы, еще раз попросить организовать диалог и прекратить такие действия, которые вызывают конфликты между жителями, о посуде, жителей стравливают, разделяют друг против друга. Спасибо. Вопрос, можно? Да, давайте вопрос. Да, да, пожалуйста. Когда вас назначали на должность, было две кандидатуры, вам задали вопрос. Ваше мнение о том, где должен стоять стартовый дом. Вы сказали, что на том месте, где была стоянка гаража. Да, верно. Сейчас у вас что, изменилось мнение? Нет, абсолютно не изменилось. Вы за то, чтобы стартовый дом располагался там? Да, там, где парковка. Парковка, совершенно верно. Все, спасибо. И вы будете отстаивать это, значит, свое вот это вот. Да, верно. Я сообщу, значит, следующее. Было отправлено письмо, где также была предложена площадка на промзоне Калибр. Известно, что там сейчас три территории, три отдельных собственника, три градостроительных плана земельных участков. Значит, и там тоже сейчас прорабатывается вопрос стартовой площадки. На самом деле депутаты Останкинского района активно работают. Я, ну, как минимум раз в две недели езжу по высоким инстанциям. Недавно я встречался с заместителем Левкина, это руководитель департамента градостроительной политики, это основной департамент, который занимается реновацией, это, они несут основную ответственность за это. Встречался и доносил позицию жителей, просил как раз о комп... Если интересно, то расскажу еще. Значит, смотрите. Сейчас нам органы исполнительной власти говорят о том, что программа реновации должна реализоваться до 32-го года, но есть на то распоряжение соответствующее, и, соответственно, чтобы быстро это сделать и успеть до 32-го года, программа должна реализовываться в три волны. Три волны что имеется в виду? То есть, должно быть несколько стартовых площадок, чтобы организовать первую волну, ну, например, переселить, у нас 43 пятиэтажки, то есть, переселить нужно, ну, как минимум, там, 6-8 домов пятиэтажек, чтобы вторая волна уже запустилась. Вот. И говорят, что вот эта вот площадка, которая сейчас предлагается, вот, она, ну, якобы большая, тут вроде бы много домов можно переселить, ну, три, когда сейчас говорят, и это может, вот, ускорить программу реновации, но, что, если мы сейчас не используем эту площадку, то будет волн не три, а четыре, то есть, грубо говоря, программа реновации будет реализована не до 28-го года, а до 31-го, например, но при этом мы не будем ссориться друг с другом и не будем ругаться, то есть, мы подождем еще дополнительные три года и все будем жить в мире и счастья, грубо говоря, и не конфликтовать друг с другом, но, я так понимаю, я вижу, что это хороший компромисс, зачем вот сейчас волонтаристскими решениями, не прислушиваясь к жителям, пытаться вот протолкнуть этот проект, когда есть другие площадки, можно их проработать, вот эту информацию я доношу, я очень надеюсь, что к нам прислушаются, префект обещал встретиться в начале апреля с рабочей группой по реновации, мы будем общаться, более того, есть примеры общения через префектуру с Московской архитектурой, чтобы жители доносили свои пожелания, получали обратную связь до проведения публичных слушаний. Это очень хороший опыт, он реализован в районе Зюзина, вот, но надеюсь, что он будет реализован и в нашем районе, если органы исполнительной власти к нам прислушаются. Вот, если есть здесь жители пятиэтажек, вот, пожалуйста, вот, я уже записала, сейчас не реализуем повсю, у нас будет там детская поликлиника, она уже столько лет, но она считалась у нас все время закрытой. Да, она закрытая. Почему бы ее не открыть для наших детей? Она была открытой, я помню. Да, она была открытой, потом она была передана управлению делами президента, и мы писали по поводу того, да, чтобы все-таки предоставить возможность простым, смертным, простым жителям пользоваться этой поликлиникой, да, но, к сожалению, мы еще пока не были услышаны. Вот, нам говорили о том, наш мэр говорил, что в рамках реализации программы реновации будут социальные объекты строиться и так далее. Мы уже отправили очень много писем, чтобы все-таки в рамках проекта планировки территории, который сейчас разрабатывается, чтобы эти объекты были включены. Нам пока что приходят отказы. Нам нужно объединяться всем вместе для того, чтобы все-таки добиваться социальной инфраструктуры, а не только торговые и офисные площади. в рамках в рамках... Уважаемые жители, я еще хотел бы напомнить, что, ну, действительно, муниципальные депутаты вот борются именно за то, чтобы не было конфликтов. Мы пытаемся найти компромисс. Мы не против реновации. Я вас уверяю, мы действительно раз в неделю, раз в две недели встречаемся, пишем письма о встречах, пишем письма о стартовых площадках и так далее. Почему ну вот нами манипулируют, кто нами манипулирует, вот сталкивая нас таким образом, давайте будем умнее, давайте будем непосредственно общаться, непосредственно искать вместе решения. Сейчас у нас реализуется программа выбора действительно народного кандидата, который не будет заниматься стравливанием жителей, который будет объединять нас, а не разделять, для того, чтобы реализовывать социальные проекты, реализовывать детские сады, школы, детские поликлиники, травматологические отделения, женские консультации, стоматологию и так далее. Конкретно в рамках реализации программы реновации сейчас можно вот это все реализовать. Нам нужно объединиться и высказать свое мнение единогласно. У нас сейчас, да, сейчас, секундочку. Вот, поэтому, уважаемые жители, приходите на предварительное гражданское голосование, выберите своего единого кандидата, проголосуйте от нашего района Сергей Сергеевич Цукасов, но обратите внимание на других кандидатов от других районов, это тоже народные кандидаты, это тоже муниципальные депутаты, которые проявили себя положительно. Пожалуйста, сейчас вот еще вопрос. Да, позвольте, я отвечу, я понял вопрос, просто у меня уже по регламенту время заканчивается. Значит, сейчас я расскажу про школу, школа там банальная техническая проблема, там, насколько я знаю, просто проектировщик подвел заказчика, они не могут пройти госэкспертизу, несколько раз уже возвращался проект, вот, и, ну, в этом году должны начать строительство, насколько я знаю, после того, как будет получено положительное заключение экспертизы школы. Что касается Шереметьевского дворца, значит, мы написали тоже много писем по поводу восстановления, даже в нашей газете мы это описывали отдельно. К сожалению, вот, деньги сейчас выделяются на плитку, бордюринг, там, и так далее, на объекты социального назначения, культурного назначения деньги не выделяются. Поэтому, именно поэтому нужно выбирать народных депутатов, голосовать именно за тех депутатов, за тех кандидатов, которых знают жители. потому что мы все знаем. Почему товарищи, давайте так, время уже более часа, я, как ведущий этой встречи, депутат Гонодума, Рашкин, еще раз говорю, подготовили инициативную группу, то есть вы, подготовили резолюцию нашей встречи сегодняшней. Я еще зачитаю, и давайте мы ее утвердим. Не будет возражения? Пожалуйста, я зачитываю. Участники 7 апреля 2019 года встречи заявляют решительный протест планом правительства Москвы по уничтожению сквера по адресу улицы Цандера 7 и строительство на его месте 23-этажного дома в 20 метрах от существующего Диэтажного дома. Согласны с этим? Да! Мы выражаем несогласие с планами возведения в нашем квартале сложившейся застройки 17-22-30-этажных жилых домов вместо 25-ти этажек попавших в программу реновации что со всей очевидностью говорит о том, что программа реновации занимает всего 30-40% в планах застройки. Говорят, Москва не резиновая. нифига себе, вот это не резиновая, да? В 2-3 раза больше будет жителей здесь до реновации и после реновации. Вы согласны с этим? Да! Такое масштабное увеличение плотности населения приведет к значительному ухудшению качества жизни десятков тысяч людей, непомерной нагрузке на транспортную и социальную инфраструктуру района, радикальному уменьшению зелененных территорий. Мы выражаем свое возмущение планами экстремального ухудшения нашей жизни, реализуемыми без какого-либо учета мнения жителей и органов местного самоуправления. Так? Да! Сложившейся практики полного отсутствия обратной связи с органами исполнительной власти, открытого и учетом мнения граждан при реализации проектов, определяющих жизнь десятков тысяч людей, о необходимости неоднократно говорил президент Российской Федерации. Мы выражаем протест постыдной и опасной практики управа района и префектуры Слао, избегающих встреч и обсуждений с гражданами сложившихся ситуации, разжигающих социальную роль и противостояния между жителями. Так? Да! Мы просим, а я бы добавил, требуем, не возражаете? Требуем! Первое, отказаться от планов застройки сквера по адресу Цандера, 7, планов уплотительной застройки квартала, приводящих к резкому увеличению плотности населения. Согласны? Да! Давайте проголосуем на видеокамеру, на фото. Пожалуйста, все проголосовали, зафиксировали. Второе, в порядке эксперимента подключить рабочую группу муниципалитета Останкинский к разработке технического задания и проекта планировки квартала. Согласны? Да! Проголосуем! Участвуем, участвуем! Спасибо! Третье, дать оценку деятельности префектуры Славу и управу района Останкинский в связи с неумением и нежеланием работать с гражданами по регулированию острых вопросов, разжиганию противоречия между жителями и социальной напряженности в районе. Согласны? Да! Проголосуем! Возражаю! Совет и власть уже дался! Кто против? Возражаю! Кто воздержался? Одна! Один! Воздержался! Четвертое, направить настоящую резолюцию президенту Российской Федерации Путину и мэру Москвы Собянину! Согласны? Да! Проголосуем! Опустили! Против? Нет! Воздержался? Нет! Я обязуюсь вместе с Николаем Григорьевичем Зубрильным направить депутатским запросом эту резолюцию и Путину и Собянину и эта резолюция точно дойдет в этим адресатам! Точно! Вообще и в мире и в других странах во все времена начиная с пещерного века уважались сильных! Вы сегодня самоорганизовались вы пришли посмотрите как вас много вы сильные и вы победите обязательно! А мэру власти я бы посоветовал быть мудрой прислушаться к вам и отстать от этой площадки чтобы она не застраивалась правильно? Вот тогда мудрость и сила будут жить в согласии Просила слово жительница этого района Курганова Надежда пожалуйста я туда не залезу простите возраст не позволяет вы знаете не хотела уступать но это болезненный вопрос а то там инфекции я пошутила конечно я здесь с 7-го года живу живу в пятиэтажке на первом этаже наши дома если бы конечно сделали бы хороший ремонт трубы поменяли полы электрику и все что угодно старожилы из этих домов бы не уехали потому что новые дома эконом дома извините грубо скажу на первом этаже пернут на пятом этаже слышно звуковая изоляция очень плохая то что говорят сейчас наши предвыборном периоде депутаты это тоже лапша на уши нам всем жителям то что детская площадка она единственная у нас здесь в этих домах а потом извините пожалуйста что за архитекторы которые строят проектируют строение наших домов где санитарная норма расстояние между домами я вот очень просила когда еще до этого была глава глава управы депутат у нас там вот в девятажке живет просила помочь вот у нас там площадочка мы благоустроили площадочку для собак там дальше у нас детскую площадочку поставили и мы сделали площадку для игры в бадминтон и волейбол для детей и что вы думаете вместо этого у нас там сейчас стоят машины граждан они снесли но рядом с детьми вот от детской площадки стоят машины вот эти близлежащие дома особенно на первом этаже нюхаем мы извините неизвестно что но я вот короче скажу если вы те которые сейчас живут в данных домах я не говорю что у нас пятиэтажка сейчас многие живут извините пожалуйста приезжаем и многие купили дома многие живут просто так арендуют квартиры а нас старожилов очень мало да у нас специально сталкивают старожилов чтобы мы грызли друг другом трепали нервы многие у нас здесь особенно старых пенсионеры что я да я входила в активную группу но сейчас по состоянию здоровья я не могу дальше продолжать эту работу и вот я просто прошу ну требуйте я извините не могу потому что мое требование останется вот там и все поэтому вот дорогие мои как вам сказать соседи вот именно любимые мои соседи если мы сами не отстаем эту площадку которая извините вот а посмотрите сколько у нас деревьев поспилили где наши кустарники у нас сейчас газоны вот приворотились густоту где у нас трава ни кустарника ни травы нет деревьев вот здесь у нас вот дерево оно под 60 градусов оно стоит подпёртое но зато хорошие здоровые деревья поспилили кустарники уничтожили ограждение которые газоны у нас ограждали чтобы не топтали уничтожили я не знаю по какому указу кто здесь главный мэр наш или управляющий наше управа я не знаю вот единственное если вот депутаты нас поддерживают именно настоящие тем более вот если в 2006 году я первый раз когда о реанимации заговорили я пришел соло у нас тогда глава управы приходил честно говорю я забыла фамилию он все пояснил объяснил рассказал что чего и как он сказал сразу что в течение 7 дней лет не будет пока не будет стартового дома мы предложили где поставить стартовый дом подсказали что но у нас как говорят школы не сносить хорошо у нас уже снесена школа почему же на этом месте ну да школа у нас пока еще есть 280 но извините она же устаревшая и непонятно что потом дальше у нас школа есть вот дальше если что спроектировать эту школу в будущем а эти вот которые уже снесена там действительно уже все что можно пожалуйста вот площадка за этим за нашим домом там площадка ярмарка что она там дает ничего она нам не дает вот главная Александра мы приходили туда но там у нас музыкальная школа и что нас послушали нет и не будут слушать будем ругаться будем выступать это голословно наши депутаты все равно будут они писать не будут писать на них тоже не обращают внимание потому что наша земля здесь дорогая заинтересованная вот до этого дети в шестом году говорили что дом 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 коммерческий дом хорошо на звездном бульваре там дома стоят пустуют многие квартиры кто заселяет те у кого есть деньги отстаять мы не отстаем и последнее что скажу последнее не перебивайте я и так волнуюсь вот последнее если сейчас наши депутаты которого сейчас хотят перед выбором отстаивать наши права флаг им в руки не отстаят значит 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 им голову снесем всего доброго все вместе отстаят я тут кругом на плакатах не хотел больше выступать но не мог удержаться да 12 депутатов не отстаят но 12 депутатов плюс сотни жителей обязательно отстаят это наша задача и мы ее уже отставили мы ее уже решали неоднократно поэтому все в наших руках одни мы не справимся и мы только базируемся на вашей поддержке а вы базируемся на том что мы заинтересованы как жители как соседи у нас общие интересы только вместе мы сможем отстоять этот след отстаять другие дворы отстаять наш Северо-Восток отстаять нашу Москву мы обязательно отстаем и обязательно победим всем спасибо спасибо Алина Феджин еще одному выступающему будем завершать здравствуйте а вы кажется Николай Ляскин да? здравствуйте для активатики можете сказать что вы делаете на митинге пора если вас да? поддерживаем на митинге да давайте вместе еще мы стоим стоим вместе с жителями поддерживаем жителей в первую очередь потому что конечно вот так вот стоите далеко и звук у вас не получится а мне просто в ваше лицо ни в камеру не влезает я свой звук стою здесь потому что жители сощие герои они оставивают свою землю вот твоя группа товарищей группа поддержки вот наш актинеза люди выступают на кочке в поддержке кто-то в госдумы то есть это их дом это их земля они могут здесь собираться и они должны решать что здесь будет дом, сад, деревья, детская площадка люди должны решать то же самое по всей Москве приехали люди какие-то приезжие и начинают творить то есть что им взумывалось то есть они мастят плиткой все застраивают дворы оттравят москвичей почему ну потому что по Москве они передвигаются на машине с мигалкой никогда не жили здесь и их дети все уже на других странах и плевать на Москву на жителей Москвы на том, что здесь все строят поэтому конечно жители Москвы должны решать что здесь делать и сейчас здесь жители Москвы решают я надеюсь что они справятся задачей это потом надо подождать пока колонки выключат ты бы там народ захотел поменять ты поменял сколько он сделал для народа вот что значит народная власть поэтому заканчивая знаете я привыкла всегда лозунгом таким зажигательным кто знает что это значит по-русски вот правильно давайте еще раз пока мы едины мы непобедимы пока мы едины мы непобедимы пока мы едины мы непобедимы вместе победим товарищи ну попалась спасибо огромное значит давайте так договоримся это затяжная борьба есть цукасов Сергей Сергеевич есть орггруппа он возглавляет ее если будут здесь значит какие-то точки сопротивления и надо будет собраться вас объявим обзвоним в ватсапе соцсети пригласим всем прийти договорились я здесь буду с вами вместе придем спасибо большое за встречу за ваши наказы их выполняем мы депутаты выполняем спасибо Николай вы живете здесь в этом районе в Останкино я убирался здесь я был кандидатом жилую у меня семья родителей в отратах ясно 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 будете ли вы как-то поддерживать жителей дальше конечно я житель района Останкино жители района Алексеевский я за ними очень сильно и пристально наблюдаю и очень восхищащие особенно у жителей района Останкино как раз эта история их с избранием 12 муниципальных депутатов это прям показательный кейс для всех остальных районов Москвы все они должны быть настолько активными чтобы выбирать себе муниципальных депутатов выбирать себе депутатов в госдуму и вообще решать что у них в районе происходит местное самоуправление это очень-очень важно хорошо спасибо думайте жители победят отстоят свой сквер а думайте жители смогут отстоять если будут дальше бороться примерно так же примерно так же просто вот сохраняя данные накал не снижать не снижать все спасибо большое спасибо 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 спасибо